Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 В последний момент Коцар дотянулся. В последний момент Коцар дотянулся. В последний момент Коцар дотянулся. Ситин фалит в атаке. Рядом со штангой Коцар очень спокойно. В последний момент Коцар принял, все видел, все контролировал. Если б мяч летел в тур, тогда бы этот удар реагировал. А так зачем? Чтобы не замерзать, у нас не настолько холодно. Чей мяч? Остается УГФ. Пролок хорошо приложился. Коцар дотянулся. Ближе! 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 Кролок. Первый тайм 10 минут. Две такие команды, а моментов почти не было. Но вот сейчас становится ясно, как в свой первый матч смогли они скатать на 0-0. Встреча важнейшая с турнирной точки зрения. До начала тура у спецсвязи было на 2 очка больше, чем у Газпром Энергохолдинга. Ну, вверх было на 1 матч больше. Так что Газпром Энергохолдинг, если сейчас выигрывает, то обгоняет спецсвязь и будет смотреть, как спецсвязь отыграет следующий матч. Если спецсвязь выигрывает, то шансов на серебровое Энергохолдинга становится совсем немного. Сидина. Хороший удар с носка. Последние 15 секунд. Атака и прозвучит свистух. Перерыв. Второй тайм игры спецсвязи Газпром Энергохолдинг. В первом тайме забитых мячей мы не увидели. В общем, 10 минут мы надеемся, что здесь все-таки будут голы. Хотелось бы, чтобы было много, потому что в целом сегодня игры получаются результативными. Сейчас Каркас Ворот спасает веху пропущенного мяча. В общем, одна из игр не заканчивалась со счетом 0-0. Принимальный счет сегодня 1-0 был. Тогда Московский банк на последней секунде забил. Довольно высоких скоростях. Начинают команды вторую 10 минутку. КОНЕЦ ФИЛЬМА Спецсвязь с мячом, если кто не разобрался до сих пор или включился в игру только сейчас. Спецсвязь у нас сегодня в синей форме. Спецсвязь подсказывает не торопиться, ждать момент. Готовить удар. Отбор с нарушением правил. Третий фоллэйн Энергохолдинга. И сейчас может быть опасно. До ворота 11 метров. Так что сейчас будет 11 метров. Правда, стенка установлена. Два человека. Защитник один на штанге. Через передачу решили идти к отсу. Отлично. Поцер сейчас правильно играл. Понял, что мяч чуть-чуть фиксировать не сможет. Поэтому переводил его в ту зону, где игроков не было. В сторону аута. И желательно подальше от ворота. Высоку прессингует Гэх. Двоем вошли на игрока, владевшего мячом. Образовались сейчас свободные зоны. Нет. Можно не апеллировать к арбитру. Нужно побыстрее возвращаться домой. Домой. Клементьев. Оставил мяч партнеру Сидин. Здесь Бесфал. Сидин. Великолепный момент. Разобрался с двумя соперниками. Забивает и выводит Энергохолдинг. Вперед сухой. Не получится эта игра. Равно как и все противостояние Гэха спецсвязи в этом сезоне. Все-таки забитые мячи случились. Есть пять минут у спецсвязи, чтобы отыграться. Машет игру в спецсвязи. Машет игру в спецсвязи. Пролок с Сидином играет. Пролок с Сидином играет. Четыре минуты. Именно ждут держать преимущество Газпрома в Энергохолдингу. Просто катает мяч Энергохолдингу. Тянет время Удар близко со штангой Конечно Очень эмоциональные моменты В спецвязи остается шанс не только на ничью Но и на победу Веронт сейчас тайм-ау Слушаем игру 2 минуты 45 секунд Последняя минута чистая Мяч забит Но после свистка Четыре нарушения правила энергохолдинга Еще один тайм-ау Предыдущий Газпром энергохолдинга Сейчас берет спецсвязь Все тайм-ауты использованы полевой игроками Выходит у спецсвязи вместо вратаря. Ровно две минуты отделяют Гэг от победы. Удар! Штанга! Буквально сантиметра, наверное, не хватило, чтобы после стука от штанги мяч летел в ворота. Орлок Тионов. Орлок Тионов. Но ошибается спецсвязь. Постоянные неточечные замены. Убег проходит, бюджет. и забивать надо, да, 2-0 Газпром Энергохолдинга и когда мяч будет разыгран в центре стартует последняя чистая минута два мяча отыграть за минуту, конечно, очень непросто ну, в теории, возможно, все давайте не будем пока списывать со счетов спецсвязь перекладина приходится бить с носка здесь чтобы было не до прицелов удар в сторону ворот достаточно хлесткий ну, здесь надо торопиться времени рейд против спецсвязи времени остается все меньше все, 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 все не подошел, возьми буря, буря, буря сейчас, сейчас дай, дай ой буря 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 Ну что, гол престижа хотя бы забить можно. Удар напоследок и все. 2-0. Поздравляем ГЭФ. Субтитры сделал DimaTorzok